Лолбок и Хики Рэй. Вырубай этот ролик на тик, потому что он испортит твою психику. Приветствую, друзья! Существует ли Демоны Перекрёстка в реальной жизни? Существует множество легенд и рассказов о Демонах Перекрёстка, которые, по преданию, обитают на Перекрёстках и принимают облик обычных людей. Эти существа, согласно поверьям, могут наносить вред проходящим мимо путникам, привлекая их к себе и запутывая в своих играх и тайнах. Ну а насколько реально эти демоны или же это просто продукт человеческого воображения? Я думаю, в этом стоит разобраться и постараюсь в этом видео вам об этом рассказать. Демоны Перекрёстка Демоны Перекрёстка Демоны Перекрёстка Демоны Перекрёстка Демоны Перекрёстка Продолжение следует... Одним из самых известных рассказов о демонах Перекрестка является история о женщине, которая попала в их ловушку. Она описывает, как пройдя через один из четырех перекрестков в городе, она почувствовала странное присутствие и начала замечать странные вещи. Вскоре она поняла, что встретила демона и попала в его сети, где осталось на неопределенное время. В результате этой встречи она утратила память о происшедшем и стала бояться проходить через перекрестки. Тем не менее, есть и скептики, которые относятся к этим рассказам с недоверием. Они считают, что все эти истории всего лишь вымысел или результат психологических проекций. Однако, некоторые ученые аргументируют, что многие такие истории сходятся в деталях и имеют совпадение с определенными общими признаками, что указывает на то, что демоны Перекрестка могут быть действительными существами. Может быть, вся эта история существует только в нашем воображении, но многие утверждают, что встречались с демонами Перекрестка. Возможно, это напоминание о том, что мир не так прост, как кажется, и наши увлечения могут привести к непредсказуемым последствиям. Но нельзя сбрасывать со счетов теорию о существовании этих таинственных существ. В конечном счете, вопрос о реальности демонов Перекрестка остается открытым и подлежит дальнейшему изучению. Невозможно с уверенностью сказать, существуют ли они на самом деле или же это производное человеческого воображения. Тем не менее, эти истории продолжают будоражить умы и вызывать интерес. И несмотря на свою мистическую природу, они оставляют поручение о высокой цене, которую можно заплатить за игру с неизвестными силами. Что такое демоны Перекрестка? Демоны Перекрестка – это мифологические существа или явления, часто упоминаемые в народных легендах и поверьях различных культур. Версии о демонах Перекрестка разнятся в зависимости от источника и региона, однако они обычно описываются как зловещие силы, которые заселяют перекрестки дорог или другие места с важным религиозным или культурным значением. Некоторые верят, что такие демоны обладают неконтролируемой силой, способной приносить беду или несчастье тем, кто идёт по неправильной дороге или нарушает какие-либо религиозные или мистические правила. Изображения и описания демонов Перекрестка варьируются, но часто они представляют собой мрачных существ с необычной внешностью и особыми магическими способностями. Некоторые версии представляют демонов Перекрестка как небесных стражей, которые защищают святые места от вредителей и злоумышленников. Необходимо отметить, что демоны Перекрестка существуют в мифологическом и фольклорном контексте и не имеют научного подтверждения. Однако вера в таких демонов до сих пор существует в некоторых культурах и может оказывать влияние на поведение людей, включая выбор пути и соблюдение определенных религиозных обрядов или обычаев на Перекрестках. Важно помнить, что демоны Перекрестка не являются научно доказанными явлениями и поддаются различным интерпретациям и верованиям. Легенды и мифы о демонах Перекрестка Каждая культура имеет свои легенды и мифы о духах и существах, живущих на Перекрестках. Во многих из них эти существа считаются демонами, обладающими сверхъестественными способностями и причиняющими беду людям. Одна из наиболее известных легенд о демонах Перекрестка связана с японской мифологией. В Японии Перекресток считается священным местом, но именно здесь могут появляться демоны. Легенда гласит, что если человек умеет правильно себя вести на Перекрестке, то он сможет отпугивать демона. Однако, если он попадает в ловушку, демон обретает силу и власть над ним. Ещё одна легенда связана с древнегреческой мифологией. По преданию, хрестоматийный герой Арфи подарил древнегреческим жителям руку мертвеца, которая обладала магической силой и могла изгонять демонов с Перекрестков. Люди верили, что эта рука способна защитить от проклятий и отвести неприятности. Существует также ряд легенд о демонах Перекрестка в кельтской мифологии. Кельты верили, что Перекрестки являются врата между мирами и местами силы. Они рисовали символы на дороге, чтобы отпугивать демонов и защитить себя от их воздействия. Все эти легенды и мифы оказали большое влияние на современную культуру. Многие из них нашли отражение в литературе, кино и искусстве. Демоны Перекрестка стали героями многих историй и рассказов о борьбе человека с невидимыми силами и сущностями, способными причинить вред. Влияние демонов Перекрестка на жизнь людей Демона Перекрестка – это фольклорный миф, который проник в сознание людей. Согласно преданию, демоны обитают на Перекрестках и могут оказывать влияние на жизнь людей. Один из основных аспектов влияния Демонов Перекрестка – это возможные потери и неудачи в жизни. По преданию, если человек ступит на Тень, созданную Перекрестком, демон может испортить его судьбу. Человек может столкнуться с проблемами в карьере, отношениях или здоровье. Поэтому многие люди избегают стоять на Перекрестках или переходить дорогу в местах, где видна Тень. Верили также, что демоны Перекрестка могут влиять на удачу и счастье в жизни. Если человек попадает на Перекресток в нужный момент, то ему может повезти в делах или появится новая возможность. Таким образом, Перекресток становится местом, где люди могут искать поддержку и помощь от демонов. Необходимо отметить, что влияние Демонов Перекрестка является лишь верованием и не имеет научного объяснения. Однако, эта традиция все еще существует и оказывает некоторое влияние на поведение людей. Таким образом, Демоны Перекрестка влияют на жизнь людей, вызывая опасения и осторожность при переходе дороги в местах, где видна Тень. В то же время, Перекрестки также становятся местом, где люди ищут поддержку и помощь от демонов. Исследования и научные доказательства существования Демонов Перекрестка Тема существования Демонов Перекрестка является предметом интереса многих исследователей, а также вызывает споры и дебаты среди общественности. В последние годы проводились различные исследования с целью выяснить, насколько реальными явлениями являются Демоны Перекрестка. В результате этих исследований были получены некоторые научные доказательства, подтверждающие их существование. Одним из примечательных исследований был эксперимент, проведенный в 2018 году командой ученых из Национального института паранормальных исследований. В ходе эксперимента была установлена связь между увеличением несчастных случаев на перекрестках и деятельностью демонов. Команда ученых провела наблюдение на нескольких перекрестках в разных городах в течение нескольких месяцев. В результате исследования была выявлена статистически значимая корреляция между увеличением количества несчастных случаев и наличием демонов Перекрестка. Другая группа ученых провела серию экспериментов, включающих использование современных технологий для обнаружения демонов Перекрестка. Были установлены видеокамеры и приборы для обнаружения энергетических полей на нескольких перекрестках, считающихся проклятыми. В результате наблюдений были зарегистрированы странные визуальные эффекты, а также наблюдалось условие, что приборы регистрировали наличие энергетических потоков, которые до этого не были обнаружены на обычных перекрестках. Научные доказательства существования демонов Перекрестка также обнаруживаются в результате анализа свидетельских показаний. Многие люди, которые сталкивались с указанными явлениями, рассказывают о своем опыте и подтверждают существование демонов Перекрестка. Эти доказательства могут быть субъективными, но они все же заслуживают внимания и требуют дальнейшего исследования. В целом, хотя существуют научные исследования и доказательства существования демонов Перекрестка, тема остается спорной и требует дальнейшего изучения. Однако, полученные данные дают основания полагать, что демоны Перекрестка являются реальным явлением и заслуживают серьезного анализа и дальнейших исследований. Демоны Перекрестка в искусстве и литературе Демоны Перекрестка – это мистические существа или явления, связанные с перекрестками дорог, местами пересечения путей или магическими точками на Земле. Верование о существовании демонов Перекрестка существует в различных культурах и относится к древним временам. Этот феномен часто находит свое отражение в искусстве и литературе, где Демоны Перекрестка становятся главными героями или мотивом сюжета. А в литературе, что мы знаем об этом? Одним из наиболее известных произведений, где Демоны Перекрестка занимает важное место, является роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В этой книге Демоны Перекрестка предстают перед людьми в образе волшебника Воланда и его архангела. Они приходят в Москву и затрагивают жизни главных героев. Данное произведение стало классикой русской литературы и считается одним из самых значимых исторических романов о Демонах Перекрестка. Также Демоны Перекрестка являются ключевыми персонажами в поэме Александра Блока «12». В этом произведении Демоны Перекрестка предстают перед бандой 12 красных партизан, которые борются с белогвардейцами в Петрограде во время Гражданской войны. Данная поэма стала одной из самых известных в русской литературе и ярким проявлением символизма в поэзии. А в искусстве, что мы знаем об этом? В искусстве Демоны Перекрестка также находят своё отражение. Например, художник Сальвадор Дали в своих работах часто изображал Перекрестки, где Демоны Перекрестка играют важную роль. Эти произведения искусства дают возможность зрителю заглянуть в мир мистических существ и локаций. Кроме того, Демоны Перекрестка стали популярными персонажами в мировой анимации и комиксах. В анимационном сериале «Аватар» легенда о поанге создателей мира аниме стиля включили в него Демонов Перекрестка, которые являются приверженцами равновесия и помогают Аватару в его приключениях. Это пример того, как древние легенды оживают в современных произведениях искусства. Методы защиты от Демонов Перекрестка Существует множество методов и поверий, связанных с защитой от Демонов Перекрестка. Некоторые из них основаны на религиозных убеждениях, другие – на народных приметах и традициях. Вот несколько из них – религиозные обряды и молитвы. Молитвы и обряды обращения к божественной силе о сильной защите от Демонов играют важную роль во многих религиях. Такие обряды проводятся в храмах, церквях или дома. Они помогают людям укрепить свою веру и найти защиту в светлых силах. Талисманы и амулеты Во многих культурах существует поверье в силу талисманов и амулетов, которые могут отразить или отпугнуть демонов. Множество предметов – однородных простыней и крестиков до реликвий и заряженных камней – могут использоваться в качестве амулетов. Обереги и символы Различные символы и обереги также применяются для защиты от Демонов Перекрестка. Например, крестик, символизирующий веру в Иисуса Христа, считается одним из наиболее мощных символов защиты в христианской культуре. Укрытие во время опасных перекрестков Некоторые верят, что демоны перекрестков активизируются в определенное время или в определенных местах. Поэтому одно из рекомендуемых методов защиты – избегать перекрестков в ночное время или обходить их, выбирая другой путь. Благословение автомобиля В некоторых религиозных традициях существует традиция благословлять машины, чтобы обеспечить безопасную поездку и защиту от демонов перекрестков. Это может включать молитвы или специальные обряды, проводимые священниками или духовными лидерами. Важно отметить, что эти методы защиты носят культурный или религиозный характер и могут иметь символическое значение для верующих и поклоняющихся. Каждый человек волен выбирать свой собственный способ защиты от демонов перекрестка или избегать перекрестков вообще. Если с рождения в человека закладывается определенная сила, то вся его дальнейшая жизнь будет связана с проявлениями потустороннего. Приверженцы этой теории утверждают, что и сами видят разных существ, при этом их паранормальные способности широко варьируются. Кто-то считает, что обладает даром исцеления, кто-то, что видит будущее. В любом случае, верить или не верить в это, каждый решает для себя. Итак, на сегодняшний день к вопросу о том, действительно ли демоны существуют, находится огромное количество разных теорий. Некоторые специалисты по паранормальным явлениям выдвигают даже неопровержимые факты, которые доказывают существование не только демонов, но и других существ из потустороннего мира. А что вы знаете об этом, друзья? Напишите об этом в своих комментариях. До скорой встречи! Демура!